Добрый день, уважаемые единомышленники. Сегодня я хотел поговорить с вами о том, какие признаки подготовки, искусственного подготовки организации недовольства к президентским выборам 2018 года мы с вами наблюдаем уже сегодня. Главная задача Соединенных Штатов Америки, некого совокупного Запада, к 2018 году создать серьезную базу недовольства, недовольства экономикой, недовольства политическими шагами, в общем, всем чем угодно, для того, чтобы собрать новую болотную площадь и попытаться любой ценой не допустить переизбрания на очередной президентский срок президента Владимира Владимировича Путина. И вот из некоторых регионов поступает информация. Люди не могут там законным образом приобрести полис ОСАГО, который они приобрести обязаны, если собираются ездить на своих автомобилях. Казалось бы, проблема чисто бытовая. Кто-то недоработал, кто-то недосмотрел, но с другой стороны мы вдруг сталкиваемся с интервью, которое дал Игорь Юргич Юргенс. Дал буквально вот несколько дней назад, и вся эта информация была опубликована в ТАСС. Так что же сказал этот господин? Он предложил действующий штраф за езду без полиса ОСАГО, который сегодня 800 рублей, повысить в 10 раз, то есть до 8000 рублей. Фактически до уровня стоимости страхового полиса. Вот к чему призвал господин Юргенс. Значит, я хотел бы обратить ваше внимание, во-первых, на то, кто такой господин Юргенс. Думаю, что не все запомнили эту фамилию. Так вот, во время президентства Медведева Игорь Юргенс был председателем правления Института современного развития, сокращенно Инсор. И тогда этот Инсор делал огромное количество всевозможных антигосударственных предложений. То есть это был такой мозговой центр, который вырабатывал шаги по скорейшему, быстрейшему разрушению нашего государства. И Игорь Юргенс блистал на экранах вместе с другими членами этого Инсора вот ровно в президентство Медведева. После чего, вот с 2011 года он стал членом попечительского совета, Российского совета по международным делам. В 2013 году президент Всероссийского союза страховщиков. И с 2015 года президент Российского союза автостраховщиков. Ну то есть, казалось бы, человек делает предложение, что называется, о своей компетенции. Давайте повысим штрафы. А теперь вспомним, что он был одним из активных белоленточников, которые выступали с определенных позиций в тот сложный период нашей государственности, который был в 2011-2012 году, с одной стороны. И вот давайте представим себе этого нашего гражданина, который, походив по страховым компаниям в своем регионе, не смог приобрести полис ОСАГО. А он должен у него быть. Едет куда-то этот наш гражданин, его останавливает сотрудник ГАИ и на полном законном основании, потому что предложение Юргенса уже стало законодательной инициативой, его оштрафовывают на 8 тысяч рублей. Как вы думаете, этот наш гражданин, он будет доволен или недоволен? Очевидно, что недоволен. Для него будет очевидно, что левая рука государства не может сделать так, чтобы он должен был выполнить то, чего от него требует правая рука государства, которая за невыполнение этого еще его и серьезно наказывает. То есть для него очевидно, что в стране бардак. И тут ему совестливые блогеры и независимые журналисты объяснят, кто виноват в том, что в стране это происходит. Естественно, лично президент, лично первое лицо. И вот тут как раз президентские выборы, поэтому не голосуйте за Путина, потому что вот такие вещи происходят. Что это такое? Я хотел бы напомнить исторические примеры. Когда в 1916 году, 1 ноября, господин Милюков, глава тогдашних кадетов, которые потом в февральской революции активно участвовали и предали вместе с либералами Россию, сказал крылатую фразу «глупость или измена?» Что это? Глупость или измена? Вот этот вопрос за 100 прошедших лет, к сожалению, актуальности в нашей стране не потерял. Вот когда правительство не может отрегулировать работу страховых компаний, и тут же человек, который отличается своими белоленточными взглядами, предлагает наказывать людей за то, что они физически не могут выполнить наши законы, это что? Глупость или измена? А напомню вам исторические факты. Накануне февральской революции 1917 года в Петроград не привезли белый хлеб. Вот был черный, а за белым выстроились большие очереди. Почему? Историки нам пишут, морозы были очень большие. Но я что-то, вы знаете, не читал других ситуаций, чтобы в 15-м, в 1905-м, в 1876-м подвоз продовольствия в российскую столицу был прекращен по причине сильных морозов. Мы же все-таки с вами не во Франции, а в России живем. Что это значит? Это значит, был осуществлен саботаж. Это значит, что сознательно не были привезены определенные продукты в столицу для того, чтобы подогреть почву для недовольства. Является ли это прямым следствием того, что произошла февральская революция? Ну, конечно же, нет. Нужны были специально обученные горланы-главари, бездействия властей, но почва была создана. Знаете, как не обязательно вы заболеете, если ноги промочили, но сам факт мокрых ног ослабляет иммунную систему организма и дает возможность каким-то болезнетворным микробам-вирусам атаковать организм с большей перспективой его поразить. Вот то же самое. Пожалуйста, другой пример. Я сейчас не буду рассказывать то, о чем много рассказывали в программе «600 секунд» Александр Невзоров, в том, что во времена перестройки большое количество продуктов, хороших, просто выбрасывали, целые свалки были завалены. Это вот на совести перестройщиков, но это тоже создавало недовольство народа. Я хотел бы привести совершенно, что называется, железобетонный исторический факт. В январе 1991 года в Вильнюсе была совершена кровавая провокация. Напомню вам смысл того, что тогда произошло. Литва объявила себя независимым от Советского Союза. Значит, часть литовских парламентариев тогдашних во главе с Ланцбергесом забаррикадировалась в литовском парламенте. И по телевидению, по радио шли абсолютно антигосударственные передачи. В тот момент нужно было наводить порядок. Что сделал Горбачев? Он отдал приказ отправить группу «Альфа», отправить вооруженные силы для захвата телевизионной башни. Никакого смысла в захвате этой телевизионной башни не было. Потому что там просто можно было перерубить кабель, а под Каунасом стояла мощнейшая перехватывающая станция, которая могла вещать не только на всю Литву, но еще на Латвию и Эстонию, еще на часть, так сказать, соседних государств. То есть отправили армию для того, чтобы противопоставить ее народу. Это с одной стороны. Потом Горбачев сказал, что он не отправлял группу «Альфа». То есть мы с вами взрослые люди. Вы представляете себе, спецгруппа КГБ сама села в самолеты, сама прилетела в Вильнюс и сама решила захватить телебашню. А приказа ей, конечно, никто не отдавал. Но, так сказать, не только военные, но и штатские люди понимают, что это полная ерунда. Была задача опорочить армию. Но поскольку в Советском Союзе армия, да и в России сегодня, армия народная, это значит, что армия в народ стрелять не будет. Поэтому была создана провокация по типу, которую мы наблюдали потом на Майдане, в Киргизии, в Сирии, в Египте, в Москве в 1993 году. В одной из книг я ее назвал «Неизвестные снайперы». Это когда власть не собирается стрелять в людей, а в людей стреляют провокаторы, сидящие на крышах, из снайперских винтовок или из какого-то другого вооружения. А потом всю вину возлагают на власть. Вот то же самое произошло около Вильнюсской телебашни. Стреляли сверху. Большинство убитых были убиты, и это факт, пулями сверху вниз. Советские солдаты, группа «Альфа», она находилась перед людьми, и она вообще не открывала огонь. Там очень много фактов провокационных. Например, вскрытие одного из тел, якобы убитых около телебашни, показало, что семь пуль из разного вооружения в него выпустили, когда он уже был мертв. То есть привезли тело человека, погибшего в автомобильной катастрофе, сбитого машиной. Дальше выстрелили в него несколько раз. И сказали, что это убит кровавым советским режимом. Так вот, почему мы вспомнили сейчас эти трагические события в Литве? Потому что прямо накануне этой провокации в Литве произошло подорожание цен. 91-й год. Советская Литва. И в начале января там удваиваются цены. Не на всей территории Советского Союза, а именно в Литве. Как вы думаете, люди были этим недовольны? Очевидно. Это стало одним из поводов нагнетания определенной, ну если хотите, информационной истерии. То есть Советский Союз плохой, вот и цены еще раз повысили. Давайте приходите, вот они еще и танки привезли. Мы защищаем нашу литовскую независимость. В этот момент создаются сакральные жертвы путем стрельбы сверху. Ну а теперь в Литве не случайно вся эта мутная история закрыта еще и статьей. То есть любой, кто отрицает советскую оккупацию, немедленно должен быть судим, наказываем и отправлен в тюрьму. Поэтому экономические и организационные поводы для создания недовольства, они очень и очень важны. Вот, пожалуйста, я проанализировал только какие-то последние моменты. Я думаю, что вы найдете такие факты, которые точно будут вести к недовольству людей. Вы их найдете легко. Вот я залез в интернет, пожалуйста, замглавы Минфина говорит, при заработке в 40-50 тысяч рублей люди сами должны копить на пенсию. Сказал он это 18 мая 2016 года. Начиная с зарплаты в 40-50 тысяч рублей граждане должны копить на пенсию сами. Тем, кто получает меньше, государство обеспечит коэффициент замещения 40%. Считает замминистра финансов Алексей Моисеев. Ну, вот как можно оценивать такое заявление? То есть, фактически, люди работают. Существует пенсионная система, в которой постоянно какие-то реформы происходят. Смысл этих реформ никто не может объяснить. Я еще не видел ни одного человека, который мог ответить на вопрос, что такое пенсионная реформа, и вот эти вот части накопительные и ненакопительные, как они между собой связаны, что нужно делать. Никто этого не понимает. Даже наш президент как-то сказал, что вы сами не можете, сказал министрам и чиновникам, не можете объяснить, что это такое. Так вот, объяснить никто не может. И тут выступает замглавы Минфины и говорит, вы знаете, если у вас зарплата больше 50 тысяч, копите сами. Это что значит? Что пенсии не будет, что ли? Или что у нас пенсионный фонд теперь ликвидируется? Что значит копите сами? У нас какая самая активная часть людей, которые ходят на выборы? Пенсионеры. Или люди, ну скажем так, входящие в пенсионный возраст. И вот им говорят, если у вас зарплата больше 40-50 тысяч, вы копите сами, значит пенсии не будет, а остальные мы там как-то поможем. То есть, извините, но остальные зарплаты меньше 40 тысяч, это подавляющее большинство граждан страны. Что будет с их пенсией? Беспокойство, недовольство. Вот что такие заявления продуцируют. Совсем недавно сначала идет информация, что Министерство образования будет сокращать ученых и преподавателей, и места в вузах на 40%. И эта информация настолько хорошо ложится в вот те самые в кавычках реформы, которые осуществляются, что, конечно, эта информация начинает тиражироваться, повторяться, недовольство вызывает. И тут же информация из Минобра выходит, нет, не будет этого. То есть, ложки нашлись, как в анекдоте, а осадок остался. Это не что иное, это не глупость, на мой взгляд. Дело здесь уже попахивает чисто изменой. Но бывают ситуации, когда человек не совсем представляет общую картину и не знает, в чем он участвует. Опять же, пример из нашей истории. В Петроград не приехал белый хлеб, эти эшелоны где-то встали и застряли. Почему? Ну, наверное, если и были объективные причины морозы, то они были усилены каким-то саботажем. Ну, например, где-то взяли, разобрали какую-нибудь железнодорожную веточку, железнодорожник, болтик там открутил, ремонт вдруг затеял, а что нет? Вот морозы. Вопрос. Тот, кто это сделал, железнодорожник, он получил распоряжение, он в революции непосредственно участвовал? Нет, он просто болтик открутил. Но последствием откручивания этого болтика, помноженного на ситуацию в Петрограде, на наличие там иностранных спецслужб, бездействия властей, предательства Государственной Думы и так далее, и так далее, стала февральская революция, свержение государственного строя, арест верховного главнокомандующего во время войны. Вы только вдумайтесь, ведь арест Николая II, это примерно то же самое, да, это вообще то же самое, как арест Сталина в Москве, который подходит немцы. Даже скажем больше, для ареста Сталина в Москве в 1941 году были якобы объективные обстоятельства, что вот немцы уже на окраине Москвы, не справляется Иосиф Виссарионович, не хочет спасать страну, давайте, значит, его арестуем. В итоге проиграли бы Вторую мировую войну, и немцы бы Москву могли захватить, если бы в тот момент в Москве нашлись такие предатели, которые нашлись в России во время Первой мировой войны. Поэтому не всегда рядовой участник событий может понимать вообще, что происходит. Но мы с вами зададим риторический вопрос, а кто же должен этим всем заниматься? Понятно, что правительство. Правительство у нас из кого состоит? Глава правительства – это Дмитрий Анатольевич Медведев, по совместительству глава партии «Единая Россия». Значительная часть министров, больше половины – это министры «Единой России». Почему «Единая Россия» не занимается вопросами устранения недовольства, которое продуцируется самой же «Единой Россией», только уже в государственных одеждах? Вопрос риторический. Но, чтобы мы с вами понимали, я напомню вам один анекдот. Ведь что такое политическая деятельность, что такое государственное строительство? Оно должно идти постоянно. Нельзя заниматься вниманием к проблемным зонам государства только к выборам. Это, знаете, 29 февраля бывает раз в 4 года, високосный год. Вот такое впечатление, что у наших политических партий раз в 5 лет проявляется интерес и любовь к избирателям. Вот включаю телевизор. Включите вечерком телевизор, вы увидите там всех лидеров парламентских партий. Я уже говорил, что это такая абсолютно скрытая в кавычках реклама. Если Дмитрий Анатольевич Медведев выступает по каким-то государственным делам, у него сзади написано «Единая Россия» на фоне какого-нибудь баннера. Вот тут Миронов выступает глава «Справедливой России» и рассказывает, это федеральная новость, что «Справедливая Россия» партия открыла 78 представительств офисов для помощи гражданам. Вопрос из партийного бюджета, подчеркиваю. Почему партия «Справедливая Россия» открыла эти офисы аккурат к выборам? У нее партийный бюджет появился только к выборам? Нет. «Справедливая Россия» получает колоссальные деньги от государства, точно так же, как другие парламентские партии. Но почему-то сразу после предыдущих выборов 2011 года «Справедливая Россия» не считала нужным из своего бюджета такие пункты открывать. У нас что, в 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 никаких проблем у граждан не было? Были. Почему не открывали? Потому что любовь у них просыпается и желание открыть эти пункты только к выборам. Я скажу больше. Пройдут выборы, эти пункты «Справедливая Россия» закроет. Пройдет в парламент, закроет, потому что они ей будут больше не нужны, потому что уже проголосовали. Если не пройдет в парламент, она их закроет, потому что у нее на это не будет денег, тоже найдет себе красивое объяснение. Но все время любовь просыпается к народу накануне выборов. Так вот, нам с вами нечего ждать от больших парламентских партий внимания к государству и нашему народу. Если это внимание и будет оказываться, то оно будет таким схематичным, коротким и только перед выборами. От правительства нам тоже ожидать с вами такого внимания, к сожалению, не приходится. Потому что часть правительства действует по принципу то ли глупость, а то ли измена. И я в данном случае имею в виду экономический блок того правительства, которого возглавляет Дмитрий Анатольевич Медведев. Что нам делать в этой ситуации? В этой ситуации партия Великое Отечество будет готовить законопроекты, которые мы в любом случае собираемся вносить в Государственную Думу. Мы туда идем для того, чтобы заниматься законотворческой деятельностью. Мы и раньше ей занимались и вносили законы через депутатов Государственной Думы, которые с нами сотрудничали. Но у нас теперь этих законопроектов гораздо больше. Есть целый спектр проработанных направлений. И, конечно же, наличие депутатов от партии Великое Отечество в Государственной Думе приведет к тому, что эта работа будет вестись наиболее эффективно. Но даже если депутатов в Государственной Думе от партии Великое Отечество не будет, мы будем эти законопроекты готовить, вывешивать на всеобщее ознакомление, предлагать всем парламентским партиям, которые окажутся в Думе 2016 года, и таким образом вносить свою лепту в развитие нашей страны. Если правительство настолько занято, что оно не может разобраться в ситуации с автострахованием, значит, мы подготовим проект правительственного распоряжения. И Дмитрию Анатольевичу останется только зайти в интернет, скачать его, подписать, и вот уже готовое распоряжение для решения определенных проблем. Так что партия Великое Отечество будет наносить максимальный вклад в решение тех проблем, которые уже сегодня рисуются перед нашей страной. И мы говорим о проблемах 2018 года, потому что как можно больше проблем те, кто хотят потрясений в 2018 году накануне президентских выборов, будут создавать, начиная уже с сегодняшнего дня. Поэтому, уважаемые коллеги, я обращаюсь к вам с большой просьбой. Давайте внимательно следить, во-первых, за деятельностью нашего правительства. На большие парламентские партии не надеяться. Смотрите за высказываниями, за предложениями. И вот те моменты, которые могут быть использованы для искусственного нагнетания напряженности в нашей стране к президентским выборам 2018 года с целью не допустить переизбрания Владимира Владимировича Путина, давайте эти моменты высвечивать, обнародовать, чтобы эти моменты мы могли устранить задолго до тех попыток дестабилизации, которые обязательно будут делать наши геополитические противники президентским выбором 2018 года. До свидания.